Открытые уроки, мастер-классы, семинары, создание собственных сайтов. Профессионализмом и оригинальным подходом к образованию самарские учителя удивляют жюри. Педагог по экономике и географии 22-й школы Елена Попова в финале городского конкурса «Учитель года» на примере приготовления пирожков объясняла сложную тему экономические издержки. Ей и достался приз зрительских симпатий. Самое главное учителя – это не просто дать знания, а подготовить наших учащихся к жизни, чтобы они были активны и умели применить эти знания в жизни. Конкурс профмастерства среди учителей проводят в Самаре более 10 лет. Лучшими становятся самые заинтересованные педагоги, которые буквально живут школой. А конкурс – еще один повод для вдохновения и поиска оригинальных образовательных методик. Лучших из лучших педагогического сообщества чествовали в Доме культуры железнодорожников. И очень важно, чтобы помимо образовательных стандартов, помимо знаний, которые вы даете своим воспитанникам, вы еще и мушали современным молодым людям, детям определенные стандарты патриота, что ли, гражданина нашего города. Очень важно, чтобы воспитывали душу ребенка, формировали его гражданские качества. Безусловно, образование является фаритетом. Это вид из строков бюджета. Сейчас только что закончился комитет по бюджету. И вот была изыскана возможность, основные главы администрации, выделить дополнительные средства. Это более 100 миллионов рублей, чтобы приводить наши образовательные учреждения в порядок. В этом году в конкурсе соревновались 34 учителя. В финал прошли шестеро. Помимо жюри, работу преподавателей оценивали и дети. Мнения совпали. Учителем года в Самаре стал Сергей Кочерешко, молодой педагог первой гимназии. На учителя истории действительно лежит огромная ответственность в плане воспитания ценностей. Я как раз стараюсь воспитать детей так, чтобы они ко всему относились критично. Не в смысле все ругали, а в смысле все подвергали тщательному анализу с двух сторон. Что положительного, что отрицательного. И на основании этого выносили собственное мнение. Все финалисты городского этапа станут участниками областного конкурса «Учитель года», где у них есть все шансы на успех. О высоком профессионализме педагогического сообщества говорит и то, что около 25% самарских учителей имеют награды государственного, регионального или городского уровня. Кроме школьных педагогов за поведу в конкурсе «Лидер образования» награды получили лучшие воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.